Аист – символ благополучия, крепких семейных уз и рождения детей уже многие века. И это вовсе не легенда, утверждают орнитологи Рязанского дома Белого Аиста. С появлением в 2019 году Центра помощи Аистам гнездовий стало, конечно, больше. Но пока что популяция этих птиц в регионе малочисленна. Сегодня рязанцы готовят проект «Земля Белого Аиста». Задумка предполагает размещение вышек с гнездами вдоль реки Оки от села Кораблено до села Ижевская. И начать орнитологи рассчитывают уже в следующем году. Для Аистов территория той тропы, которая предлагается, весьма благоприятна, поскольку мы знаем, что Аисты любят, во-первых, пойменные территории, открытые. Во-вторых, уже на этой территории имеются несколько гнезд аистов, которые были там даже уже до начальной реализации нашего проекта. В частности, вот в Спасском районе четыре гнезда планируется как раз включить в тропу. Впервые эту птицу заметили в рязанских краях в начале 20 века. Впрочем, Рязанская область никогда не была ареалом постоянного обитания белого аиста. Слишком мало тут болот. Зато ухаживать за аистами у нас умеют лучше всех. Мы приняли решение, и это назревшее давно решение, выйти за пределы питомника и начать нашу работу уже на пространствах населенных пунктов, ландшафтов, которые окружают нашу среду, во всех тех местах, где человек может соприкоснуться с аистом. Люди должны понимать, как себя вести, люди должны понимать эту замечательную птицу, чтобы не навредить ей, чтобы способствовать ее дальнейшему расселению, чтобы этой птице здесь было комфортно. Поэтому наш проект «Земля белого аиста», она касается экокультурного преобразования окружающего ландшафта. Отслеживание птиц по трекерам, онлайн-картинка из гнезд, документальные фильмы о диких белых аистах. У проекта много направлений. Главная его цель – объяснить рязанцам и гостям нашего региона, что эти пернатые гнездятся вблизи человека, и своим бережным отношением к ним мы можем увеличить их численность.